Продолжаем выпуск. Как известно, в марте глава государства в ходе поездки по Ташкентской области посетил Черчик. Глава государства побывал в Махалях. Здесь же состоялось обсуждение генерального плана города. Президент дал указания по строительству нового жилья, реновации устаревшего жилого фонда, а также эффективному использованию пустующих сооружений. Тогда также прозвучало, что будет проделана большая работа по подъему промышленности, созданию рабочих мест, улучшению дорог и теплоснабжения. И Черчик можно превратить в инновационный и привлекательный для инвестиций город. Что уже сделано, расскажет наш корреспондент. Город Черчик. Сегодня он на волне позитивных перемен. И каждый его житель на своем примере видит их, воодушевляясь очередными современными штрихами, создающими его совершенно новый портрет. Большую строительную площадку напоминает и территория схода граждан Махали-Эфтхор, например, где уже успели возвести две детские спортивные площадки, привести надлежащий вид дома посредством ремонта их фасадов. Также асфальтировали 5000 квадратных метров, еще столько же бетонировали. Установили приборы ночного освещения, очистили арыки и коллекторы. Словом, долгое время остававшееся в тени Махаля преображается на глазах. Сегодня Черчик переживает просто второе рождение. Он неузнаваем. Вы знаете, настолько изменился облик города. Преображается Махаля, везде строительство, решаются социальные вопросы. Знаете, много говорить даже не надо. Это видно по лицам людей. Глаза у людей улыбаются. Это самое важное на сегодняшний день. И, конечно, все это происходит благодаря вниманию со стороны нашего президента. У нас очень трудолюбивые жители. И они тоже делают все возможное для того, чтобы наш Черчик все-таки выглядел великолепно. В Махале и Шонч 24 многоэтажных дома полностью заработали парки отдыха, детские площадки. Начато строительство спортивной. Махалинского гузара – мест отдыха для людей преклонного возраста. Отремонтировали фасады многоэтажек и ирригационные сети возле них. Тротуары покрыли бетоном. Что ни день, так сдается новый объект в городе. Мы стали свидетелями торжественного открытия 7-й дошкольной образовательной организации в сходе граждан Махали Бахт. Долгие годы пребывавшая в плачевном состоянии здание сегодня приняла современный вид и распахнула двери перед 180 малышами, для которых здесь созданы все необходимые условия. Раньше больно было смотреть на состояние детского садика. А сегодня он просто радует взор. Гости ознакомились с широкими возможностями по гармоничному развитию детей. В частности, с тем, как организованы занятия по изобразительному искусству, музыке, иностранным языкам, спортивной. Уютно в спальном помещении. На уровне оснащены столовая и другие помещения. Мягкая мебель, игрушки, учебные принадлежности. Все для всестороннего роста малышей. На сегодняшний день в городе Чертик детей в возрасте от 3 до 7 лет 9264. Дошкольным образованием мы охватили 6580 из них. С открытием данного детского садика эти возможности расширились еще на 5%. На основе инвестиционной программы этого года современный вид примут 5 таких объектов, что позволит поднять уровень охвата детей дошкольным образованием до 86-88%. Еще одна инициатива решила многолетнюю проблему горожан. На месте старого Дахканского рынка построили новый, который вобрал все необходимые условия как для продавцов, так и покупателей. Город стал благоустроенней, красивым. Везде чистота и порядок, в том числе и на нашем рынке. Посмотрите, какие современные условия здесь созданы. Спасибо нашему президенту за такое большое внимание и проводимую широкомасштабную созидательную работу. На рынке, площадь которого равна почти 4 гектарам, имеется около 1200 торговых мест. А значит, где-то столько же предпринимателей могут вести свою деятельность. Местность приобрела благоустроенный вид. Возведена автостоянка на 900 транспортных средств. Есть ярмарка для сезонных продаж сельхозпродукций. И это еще не все. В ближайшей перспективе планируется построить комплекс примерно на 1000 торговых мест. Как утверждают сами горожане, Черчик сегодня переживает новое рождение. И это видно во всем. Особенно в искренних чувствах людей, которые не нарадуются таким переменам в родном городе. Да мы отмечаем 86-летие города. У нас происходят огромные изменения. Город растет, развивается. У нас изменилась социально-экономическая жизнь. У нас изменилась инвестиционная политика в городе. Провели и футбольный турнир, посвященный 86-летию со дня образования города. Состязания поистине вылились в большой спортивный праздник молодежи. Победители отмечены памятными подарками. Да, город Черчик сегодня становится ярче, примеряя красивый наряд, воодушевляя людей на новые инициативы.